рада вас увидеть здесь всегда это для меня большая радость это значит что техникам все больше и больше набирает обороты да и распространяется у нас в россии ну чтобы не быть голословной вот такие люди я думаю знакомые многим это лиза хэй да с ее книжками по исцели себя в том числе да как раз наши темы сегодняшний касается она простукивание очень рекомендует и рассказывает о нем в том числе дипак чопра с медитативными своими практиками у него свой центр да тоже очень такой известный человек и джо виталий с фильма секрет а если вы знакомы с фильмом секрет ну я думаю сейчас очень многие люди и более 7 миллионов людей по всему миру эту технику применяет включая врачей сегодня вы с ней познакомитесь эта техника вот мой сертификат у учителей моих прямых таких которые мне давали целостный подход этой техники я училась напрямую как так как я лингвист переводчик знаю несколько языков среди них также появился еще и китайский потому что техника основана на китайской акупунктуре восточная медицина и соответственно я в том числе вот традиционного китайского медицину сейчас прохожу курс завершая именно на китайском напрямую учителей более трех лет я уже занимаюсь до всем этим не своя школа свои свои ученики по простукивание которые достигают результатов на основании этого собственно сегодня я вам все расскажу какие наши планы на сегодня сегодня вначале я расскажу о базовых принципах и законах и всего по две штучки две штучки принципа этой штучки закона эти принципы и законы являются базовыми и если вы с ними будете не согласны да тогда ну все остальное для вас не будет иметь смысла потому что все самоисцеление и дальнейшие практики и получение результата построена именно на них теория связи тела и денег тела и исцеления тела и здоровья до тела и отношению со с любой сферой жизни можно это написать но самое самое интересное вот тело и денег да потому что очень редко кто понимает эту взаимосвязь но в целом она будет также касаться и нехватки это определенный режим в теле который можно назвать режимом старения режимом лишнего веса набора веса замедленного метаболизма режимом нехватки денег да в целом режим такой в теле в котором мало ресурсов жить и соответственно мало ресурсов достигать каких-то вещей как вообще в целом благодаря телу можно сделать свою жизнь спокойной и хорошей то есть смотрите тело тема самоисцеление жизни для чего для того чтобы жить спокойной и хорошей жизнью это не для того чтобы не знаю стать супер-купер мега успешным мега здоровым а чтобы просто спокойно и хорошо жить и не выживать вот на этом именно упор и это можно сделать именно благодаря телу и более того это сложно сделать не учитывая определенные обстоятельства в которых мы попали и вот связаны именно с телом о которых я буду говорить вот будет теория будет теория из глубины веков немножечко теория по как это сделать уже в нашей жизни как она влияет на нашу жизнь что с этим можно сделать и в конце конечно же я вам расскажу о простукивании потому что большая часть из вас мало не знакомы с простукиванием и вам расскажу теорию откуда эта техника на чем она основывается да и расскажу о базовом рецепте простукивания мы сделаем свою практику для этого вам нужно будет взять какую-то одну самую острую для себя на данный момент проблему вот как ответ на вопрос чего мне не хватает сейчас жизни чтобы назвать свою жизнь спокойной и хорошей вот что такое в жизни вас сейчас очень сильно дергает отвлекает напрягает может быть заболевание какое-то может быть с деньгами какие-то проблемы может быть внутреннее состояние отсутствие энергии как-то утром просыпаешься вроде бы ничего не болит но силу до двигаться что-то что-то реализовывать жизни нету может быть это состояние в том числе депрессии какие-то психологические да такие аспекты потому что техника изначально была создана в 95 году на основе работы психотерапевтов и сама техника она заменяет годы просто годы и классическая психотерапия ускоряет все процессы об этом мы будем говорить и будем делать обязательно практику практика будет для вас максимально полезной вот если теорию можно где-то недопонять где-то там что-то вот ухватить главную суть да как бы то есть я пошагом пройдем по главным моментам потому что ну папа по теории можно даже книжки отдельные находить да вот как физ физически она вот этот режим там как она связана то есть у нас будет конечно но не теоретическая такая лекция я постараюсь просто дать вам представление чтобы было понятно что из чего вытекает почему мы вообще этим занимаемся и как она делается вот и конечно же сегодня будет только базовый рецепт простукивания и вы ну как бы поймете да вот этот принцип практики именно самоисцеление жизни я предлагаю соответственно конечно же на своем курсе 12 дневный курс но длится он месяц где-то мы вместе с вами я даю там индивидуальное сопровождение и мы исцеляем активируем до самой исцеляющую часть и с помощью простукивания проходим все основные моменты это три это здоровье тело да вот татьяна не могла толком сказать это именно здоровье тело здоровье внутреннее когда у вас состояние хорошая энергия много просыпаешься утром и все отлично все здорово и это на постоянном стабильной основе и это здоровье в отношениях с деньгами потому что когда жизнь хорошая это значит что у вас есть все необходимое для вашей жизни это про ежемесячный доход потому что когда существует нехватка денег это тоже заболевание определенное особенно для взрослого человека то есть для нас деньги это наша спокойная жизнь вот соответственно это тоже является частью важной частью спокойной и хорошей жизни физическое хорошее состояние внутреннее хорошее состояние и состояние хорошая финансовая может быть ну это не про богатство не про какие-то супер-купер большие успехи это про обеспечение жизни до свое какое-то хорошая и спокойная об этом мы будем говорить и так два базовых принципа самый первый самый главный что вы авторитет тело у каждого свое тело у каждого с мы слушаем только себя это максимально такой эгоистический подход само исцеление мы сами себя исцеляем чтобы себя исцелить нужно уметь хорошо себя чувствовать и не слушать и никого другого какие у вас чувства какое у вас может быть что никаких там авторитетов гуру книжки вот здесь и информацию своей головы которая вам говорят вот такая может быть ошибка что знаете вот привыкают вот в этой ситуации я должна раздражаться до или вот в этой ситуации наверное ну имеет место быть обида какая-то да или например кто очень долго психотерапевту порой ходит да вот привыкает разговаривать много техника это совсем не разговорная техника это более телесная привыкает чек разговаривать проговаривать свои уже с прошлой какие-то травмы еще что-то да и когда уже ну когда он разговаривал меня были такие ученики до разговариваешь таким человеком он уже привык что вот в той ситуации там не были такие-то такие-то чувства знаете как правильный ответ учителю да что вы почувствовали тогда-то тогда-то вот привыкли и все это порой уход от принципа что я чувствую важно каждый раз прислушиваться к себе к своему телу вспоминая эту какую-то ситуацию думая какой-то ситуации максимально прислушиваться к себе что я чувствую сейчас да и что я предполагаю и что там не в этом что-то сказал да это для нас самое главное то есть сегодня вы должны на вот когда будет особенно лекция теория сейчас до практики прислушаться к себе да максимально что-то у вас сейчас болит и смотрите техника она так про тело чувствовать себя это про здесь и сейчас то есть на практику вы сможете взять какую-то реально существующие у вас сейчас физическую боль в теле если у вас сейчас какая-то боль внутреннее какое-то состояние неприятное раздражение там досада дальше принципе усталость можно будет получше какое-то состояние в жизни у вас что-то вас не удовлетворяет про деньги был момент вот именно сейчас да вот такой заземлен это что есть сейчас и и обязательно вот это слушать и говорить для практики вам нужно будет выразить да что у вас сейчас есть что вы чувствуете и сама практика простукивание вот особенно те елена валентин кто знаком с техникой вот мои личные домой авторский подход обязательно перед простукивание мы выявляем какую-то свою ну фразу чувство это дальше расскажу и оцениваем по десятибальной шкале да вот что я чувствую и вот привязанных к как это конкретно каким-то вещам потому что можно простукивать какие-то фразы но это будет в пустую вообще она будет никак к вам не привязана и ну вот это будет совсем бессмысленно второй принцип естественный закон самоисцеление и роста как раз про нашу тему сегодняшнюю что все в этой жизни но вы родились в этом мире у вас есть тело это взрослое тело что из этого исходит из этого исходит что вы имеете право здесь жить так ведь вы здесь родились и у вас есть это живое тело которое нужно кушать которому нужно жить вот у вас это закон есть право на жизнь и у вас есть свое место в этом мире и так как право на жизнь все живое она живет и она исцеляется У вас органы постоянно обновляются. Ранки, порезы какие-то, они тоже сами заживают. У вас, в конце концов, есть защитный иммунитет, защитные клетки организма, которые защищают вас. То есть есть какие-то такие природные глубинные процессы исцеления. Они работают как на тело, так и на душу, внутренние какие-то травмы, вот эти всякие психологические, еще что-то. Точно так же они работают и на финансовую сферу, мои хорошие. Потому что так как вы живете, вы взрослый человек, и в этом мире вы как взрослый человек должны жить. Чтобы жить, нужно зарабатывать деньги. У вас есть право на то, чтобы спокойно жить и зарабатывать столько денег, сколько вам нужно, находясь на своем месте в этом мире. Вот это все, вот эти процессы самоисцеления в каждом из вас идут. Точно так же, как растут цветы, обновляются ваши органы постоянно, без вашего участия. Что-то внутри вас происходит. И можно тогда задать вопрос мне, Варя, но если есть такие процессы самоисцеления, зачем тогда вообще нужно что-то делать, какое-то простукивание делать, еще что-то. Но, во-первых, есть некий сбой физиологический, связанный. Эволюция нашего тела немножко не поспевает за развитием нашего общества и сознание наше немножечко не поспевает. Об этом будет рассказано дальше. Оно как бы закрывает возможность самоисцеления, замедляет эту возможность. Об этом отдельно расскажу. И в том числе, сейчас наш мир довольно быстрый, он постоянно меняется. И наши процессы самоисцеления, так как это связано с телом, это связано с глубинными пластами, какими-то психиками и так далее, они довольно медленные. Они встречают, как река, какие-то преграды на своем пути, которые мы не всегда осознаем. Психологи пытаются их выцепить, как-то найти, осознать, что-то с ними сделать и так далее. Простукивание же помогает, во-первых, ускорить эти процессы, да, чтобы они быстрее немножко шли, да, то есть если, бывает, они есть, но они замедленные, например, да, это как метаболизм, который очищает тело, вот, да, ускорение очищения от лишнего. Точно так же и вот в более глобальном смысле, да, внутренних состояний, в жизни вообще, вот есть такие процессы самоисцеления. С помощью простукивания можно поднять те глубинные причины, которые тормозят эти процессы и убрать их, даже если вы не совсем понимаете, что это могут быть за причины. То есть простукивание, ну, во-первых, ускоряет психотерапию, да, какую-то вот такие моменты, то есть разговорные, то есть она намного эффективнее, чем обычная разговорная психология, да, и практики какие-то. И, с другой стороны, она может поднять и очистить те блоки, что мешают в вашей жизни стать спокойной, хорошей, здоровой и красивой, да, без каких-то слишком больших углубнений и копаний, да, глубоко вот этого самоанализа постоянного. То есть тело помогает на полуосознанном таком режиме быстрее ускорить эти процессы и очистить все, что вам не нужно, все, что уже должно быть исцелено. В принципе, в принципе, при идеальном, идеальном положении дел как-то, вот у вас, например, бы была, у вас был бы такой вот, знаете, вот отдых постоянный, да, то есть вам не нужно там ничего толком делать, вы можете лежать, расслабиться, у вас есть еда, у вас все есть, да, вот у вас ресурс силы появляются какие-то, да, и вот эти силы, в принципе, вот отлеживание, да, вот в этот момент, вот самоисцеление, оно ускоряется и ускоряется. Но вот как раз-таки есть такой феномен, когда на отдых люди едут и там начинают или ругаться или еще что-то, вот это идут процессы самоисцеления. Ваше тело изнутри исцеляется, поднимая вот какие-то негативные моменты, да, подтягивая какие-то внешние сценарии, чтобы исцелилась ваша жизнь. Вот. Вот такие базовые принципы, если вы с ними согласны, то можно поставить плюсики в осуществительные знаки и, возможно, если что-то непонятно, соответственно, задать вопросы. Это базовые вещи, мы постоянно к ним возвращаемся и от них уходить никуда нельзя, работая с простукиванием, да, здесь и сейчас главное, что вы чувствуете. Поэтому на практике, да, мы обязательно будем брать какую-то вашу личную тему и что у вас лично при этом поднимается, что есть. Вот. Давайте включаемся, мои хорошие, покажите мне, что вы есть, что вы слушаете, что вам это важно, что нужно, что вы согласны со всем, что здесь написано и что было сказано по базовым принципам и законам. Это техника и вот этот мой подход авторский к самоисцелению, он не имеет никакого отношения к энергетическим каким-то исцелениям, внешним потокам, медитациям. Это очень разумная, четкая система, основанная на физиологически, единственная на китайской медицине, то есть вот эти энергетические меридианы тела, да, на восточном таком подходе. Но при всем при этом мы не привлекаем ничего извне, никаких энергий на себя не привлекаем. Основа на том, что все есть внутри нас, все наши ресурсы. Если у вас есть какая-то проблема, то у вас есть в вашем поле возможность ее исцелить. Итак, мы переходим к теории. Что же такое нам мешает? Вот, сразу же приношу извинения к тем, кто может быть там медики, физики или кто уже знаком с этой теорией. У нас в теле определенно есть режим. Режим Бориса Лебеги называется. Режим стресса его можно назвать. И он очень сильно блокирует вот этот режим самоисцеления. И, соответственно, может быть являться причиной изначальной даже усиления этих проблем. Вот такие две красные точки, да, сзади головы у нас находятся, это амигдала. Амигдалы, что происходило сейчас немножко вот в прошлое. Выпрыгивал надо исторического человека тигр, да. И эволюционно в теле нашем до сих пор существует, но это нужно было тогда, когда выпрыгивал тигр. И вот эта амигдала, две красненькие точечки, видели. Гроза жизни, тигр, гроза жизни. Надо выживать. И включала в теле режим Борис Лебеги. Соответственно, шел отток ресурсов тела, сил внутренних, физиологических. От мозга, да, туманники перед глазами, такой вот, как состояние стресса и шока, да. Замедление метаболизма, замедление половых органов работы. Потому что все ресурсы, все силы уходили на то, чтобы убить, побить этого тигра или убежать от него. И когда, соответственно, человек или убивал этого тигра, или убежал, убегал от него, этот режим в организме выключался в теле, да, человека. И в этом режиме тело не может долго существовать, да, начинает замирание, третья, третья фаза замирания. И в наше время, к сожалению, вот как этот режим мог быть выключенный, да, в обычном состоянии. То есть убить тигра или убежать от него. Сейчас у нас точно так же есть этот режим выживания. Но не убить тигра, не убежать от него мы не можем с вами. Очень показательно мы реагируем как на тигра, на деньги. Да, вот особенно когда в прошлом периоде какие-то нехватки денег бывали. Или на свое тело, которое болеет, которое не хочет слушаться, не хочет идти куда-то, да, вот как предательство тела определенное такое. Мы смотрим на тело, либо на деньги, вот как-то видим их, думаем о них. И тут же в нашем теле включается амигдаловый режим Бориса Лебеги. Вот как на такого тигра. Вот представьте себе это состояние, да, вот как ваше тело себя ощущает. Вот если бы вы сидели и вот кусты, да, вокруг вас, вы сидите как на такой полянке. И за кустами постоянно ходит тигр. Для кого-то этот тигр может выпрыгнуть, да, это вот, когда выпрыгивает тигр, но это в жизни происходят какие-то очень сложные, тяжелые ситуации, да. Там резко что-то происходит, да, какая-то проблема случается. Это вот фактически выпрыгивает такой тигр, и мы, тело замирает, когда этот тигр выпрыгивает. То есть понимаем сейчас, сейчас я говорю о тигре как о некой ситуации в вашей жизни, в которой вы очень сильно, ну, сложно было, тяжело было, могли испугаться. Ну, то есть это какая-то сложная ситуация, с которой надо было справляться, выживать в ней было, да. Это, ну, это касается и денег, это касается заболеваний, это касается душевных каких-то переживаний, там, или отношения, разрывы, да, разводы, даже, ну, там, рождение детей, роды, то есть вот какие-то такие моменты очень стрессовые в нашей жизни. Это вот такой прыжок тигра на вас, да, как на человека. Убить этого тигра невозможно, потому что, ну, как бы мифически он есть, этот тигр, но фактически, например, это ваши клиенты или ваш директор, который не повышает зарплату, не может ее выводить. Вы не можете его убить, и вы не можете от него убежать. Например, это ваше тело, которое болеет, которое, например, вы не можете даже выйти, например, куда-нибудь поехать, погулять куда-то, побегать уже, но нету в нем энергии, силы, да, что-то там болит. Вы точно так же смотрите на это тело, как на такого тигра, ну, вот, все, да, включается этот режим, и невозможно, более того, еще, например, про красоту, да, у нас тема похудения в том числе, тема сексуальности, да, самоисцеление, сексуальности. Вот под конец будет ссылочка, а здесь презентации тоже есть, какие мы темы берем в курсе, вот, в целом, что проходим, да, то есть это и принятие своего женского тела, это и тема какого-то внешнего, да, там, живот там где-то вам не нравится, вот, что-то, какой-то, вот, не знаю, морщины в том числе, потому что вот этот режим, да, он, режим старения, режим заболевания, режим нехватки денег. Вот когда мы смотрим в зеркало, и нам не нравится, да, вот со всеми этими понятиями о красоте сейчас, нам очень сильно, у многих включается режим Борис Лебеги, как на тигра, на свое тело, то есть фактически ненависть к своему телу, ненависть, не знаю, к животу, к лишнему, к лишнему чему-то, да, и опять же, невозможно убить свое тело, и невозможно убежать от своего тела. То есть разрядить эту ситуацию теми эволюционно возможными путями нету возможности. Многие идут, например, в спортзал, чтобы немного разрядить вот этот, этот посыл, да, вот этот режим Борис Лебеги, но ситуация-то ведь не решается. То, что изначально включило режим Борис Лебеги, да, оно, оно никуда не девается, если бегать на дорожке сколько угодно или пить грушу, да, то есть тело немножко разряжается при занятии спортом вот от таких вот ситуаций, но все равно внутренний зажим существует, да, все равно реально тигр как будто, вот представьте, да, вы сидите и может быть у вас уже более-менее спокойная жизнь. Ну, например, в прошлом были какие-то, ну, что-то было, да, там, заболевания, нехватка денег, там, в отношениях, да, лишний вес, еще что-то, и оно все равно это тигр где-то сидит в кустах, может быть ближе к вам, может быть дальше от вас, но все равно это, знаете, замирание, да, такое, и не знаешь, когда он выпрыгнет этот тигр, вот ваше тело чувствует вас так. У меня были ученики, клиенты, которые зарабатывают хорошо деньги, но они приходили ко мне по теме денег и простукивали, да, для финансов, и меня всегда удивляло, почему, ведь с моей точки зрения все было у них нормально. Более того, вы могли даже такие истории знать про миллионеров, которые все равно в этом состоянии нехватки денег зарабатывают, зарабатывают и зарабатывают. Это показатель того, что вот этот режим борис или беги, он никуда не денется, неважно как сильно вы прокачаете свою фигуру, и не знаю, будете здоровыми, заработаете сколько денег, сколько угодно не зарабатывай, если ваше тело в этом режиме борис или беги, его выключить внешними какими-то вещами очень сложно. То есть обязательно самое первое, что нужно делать для самоисцеления, это выключение режима борис или беги в своем теле, чтобы вообще ваше тело, вот смотрите, когда тело может найти свое место в этом мире, вот расслабиться и спокойно в нем жить, да, а когда рядом тигра нету и когда нет угрозы этого тигра, да, вот мы фактически через простукивание говорим своему телу, вот ты можешь расслабиться, тигра нету, все хорошо, у тебя есть место в этом мире, ты можешь жить, можно жить спокойно, радостно и счастливо, да. Вот через простукивание, через определенные точки на теле мы как бы сообщаем это о мигдале, да, то есть там есть определенная взаимосвязь, ну, через энергетические меридианы, через все это. И реально после 5 минут простукивания можно ощутить легкость, можно ощутить вот это состояние, когда немножечко режим борис или беги в вашем теле выключается, снижается. Полностью выключить его сложно очень на какой-то теме, особенно если эта тема имеет очень большой опыт за плечами, да. Но вот именно про самоисцеление жизни мы берем и прозваниваем, просматриваем тело, через тело, какие сферы жизни у вас вот так вот зажаты, какие сферы жизни не дают вашему телу спокойно жить в этом мире, да. Это заболевания, это внутренние состояния, это финансы, это, ну, вот, да, будет потом ссылочка, да, или, ну, вот у меня здесь описание есть, и это внешний вид похудения, это сексуальность, то есть есть про травму мы там говорим, да, про эмоции, состояние, как и что делать, то есть мы делаем практику простукивания, прислушиваемся к себе и вот применяя первый принцип, да, что у нас есть, да, по каким темам проблемы, потому что мы порой можем думать, привыкли думать, что вот там, вот там у нас проблемы, но тело, например, может говорить немножко другое, показывать немножко другие результаты, да, поэтому обязательно очень важно прислушиваться к себе, ни я, ни кто-либо другой, ни какая-либо другая информация не может вам сказать, да, где у вас и что, что вам нужно менять, что вам нужно сделать, самое главное, жить спокойной, хорошей жизнью, если вам спокойно и хорошо, то живите так дальше, да, но если ваша жизнь требует самоисцеления, то и у вас того самоисцеления не происходит, то наверняка в какой-то из тем, самое актуальное для вас сейчас, вот этот режим Борис или Беги включенный, и он может влиять на все другие аспекты, потому что, например, если долго жить в нехватке денег, да, вот это как бы постоянный тигр, который фактически рядом с тобой ходит, да, то есть для нас нехватка денег это, ну, угроза выживанию напрямую, да, потому что сейчас мы не можем выйти там, посадить себе, съесть картошку или еще что-то, добыть для выживания еду, одежду, кров, какими-то другими способами, кроме как деньги, поэтому если нехватка денег, вот этот режим существует и зажим в теле, да, тигр этот постоянно, и ни о каком здоровье, ни о каком спокойном внутреннем состоянии речи быть не может, да, это очень сложно нашему телу расслабиться, просто жить, да, чтобы вот это шло как бы вот как река, да, спускается потоки вот такие вот энергетические идут, и это не про энергию, вот поле, да, какое-то, это про тело вот это вот, то есть у нас вот есть эти меридианы. Второй момент, то есть сначала мы выключаем режим Бориса Лебеги, и второй момент, после того, как можно полностью выключить вот этот режим Бориса Лебеги, когда ваше тело вот и расслабилось, и расслабилось не просто, знаете, на медитации или на тренинге каком-то, или от чего-то, да, а когда оно может жить в этом расслабленном состоянии постоянно, да, вот это признак того, что у вас есть хорошая и спокойная жизнь, и, соответственно, внешне у вас все будет соответствующее, да, и доход, и отношения, и здоровье, да, когда есть этот ресурс, когда выключен режим Бориса Лебеги, просто есть ресурс к этому самоисцелению, и все ваши сферы жизни очень быстренько в этом состоянии исцеляются. И второй шаг нейронной связи мозга, это проограничивающее убеждение, да, то есть вы имеете представление, свой опыт о том, как можно быть здоровым, да, что у вас, чего у вас, какие ваши возможности по заработкам, по, ну, и так далее, и тому подобное. То есть в нашем мозге записаны определенные убеждения о нас, что моя жизнь была очень ужасная, предыдущая, то, что было раньше, да, то есть определенные привычки, да, записанные на вот нейронные связи. Это называется ограничивающее убеждение, я думаю, многие из вас знакомы с ограничивающими убеждениями, здесь нет ничего супернового, просто новое в том, что простукивание очень эффективно заменяет убеждения именно на уровне нейронных связей, то есть именно на уровне физиологическом, там прям, вы знаете, прям как шум в голове происходит, то есть действительно ощущаешь эту замену. И можно сделать только один раз, простучав, да, с одного на другое заменить убеждение, и больше не надо ничего делать, то есть мне этим нравится очень простукивание, потому что до того, как я его узнала, обычно мне там говорили, там, какие-то тренинги приходила, смотрела, там, вы пишите свои ограничивающие убеждения, вы пишите, на что вы хотите их заменить, и все, и как бы вот, а что дальше. То есть простукивание, когда у вас есть четкие фразы, вы постукиваете по определенным точкам, проговаривая определенные фразы, из этого состоит простукивание, и при этом заменяется, как бы, в голове вот это убеждение. И потом автоматически начинаешь действовать совершенно иначе, уже нету тех реакций, которые были, то есть вот такая взаимосвязь существует. Так, я, она пишет, вот-вот, я уже почти год без работы, хожу на интервью, но как стена какая-то, пособие не получаю, от стресса сжаты все мышцы, да, и со здоровьем неприятной ситуации. Вот у Яны уже есть конкретная ситуация, с которой мы сегодня будем работать на практике, да. Соответственно, смотрите, и возможности к нам приходят, когда мы расслаблены, да, когда мы пропускаем, это про принятие, про реальную любовь к себе, но не на словах, да. То есть техника простукивания включает в себя фразы про любовь к себе, да. Например, Яна, несмотря на то, что я уже почти год без работы, я все равно хожу на интервью и ничего не получается, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть, да. И эта фраза не просто как фраза, а с простукиванием это реально ощущаешь в теле, да. То есть это реально состояние в теле получается, да. То есть вот про реальную любовь к себе и про реальное вот такое принятие, плюс открытие всем возможностям. То есть мы заменяем любые ограничивающие убеждения на то, что, несмотря, например, вот что, как у Яны, да, несмотря на то, что я уже почти год без работы и не могу ее найти, я выбираю представить и поверить, что моя работа ждет меня и я ее найду в подходящее для меня время, например, да. И я открываю всем возможностям для этого. То есть мы делаем простукивание не просто на вот ограничивающие убеждения и его противоположность, а мы делаем простукивание на любые причины, почему у меня не получается, на открытие всем возможностям, да. То есть мы как бы даем ресурс нашему мозгу, немножечко его освобождаем, освобождаем тело от зажатости, да. Вот в первый момент мы переключаем режим Бориса Лебеги, потому что пока этот режим включен, и с убеждениями очень сложно работать, да. А второй момент мы убираем нейронные связи мозга, заменяем их через простукивание. Это вот такая здоровская штука, она очень классно помогает. И третий момент это разные аспекты, то есть простукивание, и вот эти шаги будут эффективны и доступны только когда мы разобьем, как бы самоисследование будем производить, да, что сегодня как раз будет у нас на практике, да. То есть мы берем какую-то тему, мы разбиваем ее на подтемы, да. То есть здесь вы выступаете, как это называется, внутренний целитель, сами для себя, да. Когда я, например, на консультации, да, я выступаю таким человеком для тех, кто ко мне приходит, да. Когда вы самоисцелением занимаетесь, вы нужно обязательно уметь подбирать, разделять, да, выделять из своего состояния разные чувства, выделять из своей проблемы разные подпункты. В этих подпунктах, да, какие-то и так далее. То есть уметь как бы самостоятельно исследовать свою жизнь. И не просто с позиции, знаете, внешнего критика какого-то или оценщика, а с позиции вот этой принятия, да, с позиции, ну вот как бы такой вот целительной, да, целителя внутреннего вашего. Вы можете назвать это как мать природа, как, не знаю, бог или еще что-то, но есть что-то внутри вас, ваше высшее я, возможно, да, который может посмотреть на вашу проблему со стороны, как-то ее разбить. И когда вы это делаете, да, не просто это сделать, а потом, когда вы разобьете на фразы, под фразы, под пункты, можно уже это простукивать. И это будет здорово. То есть вот этим мы занимаемся как раз на курсе. Вот все эти вот прям пошагово проблемы разбиваем, рассматриваем. Там даются алгоритмы, да, как это все делать. Вот сегодня мы с вами немножко прикоснетесь. Вы к этому пощупаете на себе. Что же такое техника эмоциональной свободы, откуда она взялась? И давайте сейчас уже потихонечку переходить к практике. Мои хорошие, вот Яна уже написала. И пока я сейчас буду рассказывать немножко теорию, давайте, кто готов уже к практике, пишем свою тему. Что для вас сейчас наиболее актуально здесь и сейчас в вашей жизни? Что бы вы хотели, что вам важно исцелить в вашей жизни, изменить до того, чтобы назвать свою жизнь спокойной и хорошей? Может быть, вы прислушаетесь сейчас к своему телу, у вас что-то сейчас болит. Может быть, внутри какое-то состояние. Может быть, ситуация какая-то. Напишите, пожалуйста, в чат, у кого какая тема. Кто бы с чем хотел сегодня поработать на практике. Техника эмоциональной свободы состоит из вот таких девяти точек. Это базовый рецепт простукивания. Вам нужно будет на практике просто повторять за мной. Эти точки, это не нужно там их записывать, еще что-то. Я после нашей практики еще раз проговорю для вас вот этот индивидуальный базовый рецепт простукивания, который вы сможете применять самостоятельно, даже после, на свои какие-то эмоциональные состояния, заболевания. То есть, боль какая-то есть, да, это технику 5 минут простукивания, боль уходит, снижается. Есть эмоциональное какое-то состояние, 5 минут простукивания, но тоже либо уходит, либо снижается у всех. Оно не имеет побочных никаких последствий, оно полностью безопасно. Оно просто помогает вам очиститься через ваше тело, через принятие, да, принятие телом того, что у вас есть. Это не про то, чтобы отталкивать что-то, да, это не про то, чтобы отказываться от своих чувств, желать от них избавиться. Это про наоборот, про принятие. И техника в 95-м году была изобретена Гарри Крейгом. И они, у них были пациенты с фобиями, со страхами, да, и они никак не могли избавиться от этих фобий там за 10 лет. И брали вот эти точки меридианов, выявили, что вот простукивая по этим точкам, и те их пациенты, которые страдали фобиями, простукивая по этим по определенным точкам, проговаривая свой страх, исцелялись от этого страха, и больше фобия не возвращалась никогда. И Гарри Крейг, основатель своем самоучебнике «Золотой стандарт Гарри Крейга», который как раз-таки у нас идет бонусом к курсу записи. Он говорит, что в принципе, вот можно не обязательно, да, психологию, классические разговоры, психоанализ, вот этот проводить, можно просто простучать и избавиться, вот как бы от этого шума, от этого блока на энергетических меридианах. Итак, давайте, мои хорошие, кто готов к практике, включаемся. Теория закончилась. Включаемся у кого какие темы, у кого что. Можно избавиться от любой зависимости, да, не нам. Боли в коленях, отлично. Сейчас просто обозначаемся у кого что. Переходим сейчас к практике. Эта техника, она, ее можно применять практически на все сферы жизни. Ее можно применять, простукивать детям, помогать справляться с эмоциями, помогать цветам расти, помогать животным. Какие-то боли их не облегчать. Можно простукивать на других людей, суррогатное простукивание. Можно простукивать на похудение, омоложение, привлечение денег. То, что у нас будет в курсе, в принципе, да, все на заболевания свои какие-то очень большие, большой перечень, огромное количество информации. И как применять простукивание к каким-то конкретным заболеваниям, да. Вот на курсе будет много-много разных таких по заболеваниям, да. Кто пойдет ко мне на курс, там будет индивидуально каждому по конкретной вашей ситуации. Я вам буду высылать информацию и видеопрактики, какие будут. Ну, болезни псориаз, да. Елена, да, сейчас дальше в практике я расскажу, что будем брать. Давайте, кто еще, у кого какая проблема, кто с чем хочет поработать. Сейчас нужно показаться, проявить в себя, потому что, смотрите, техника простукивания, она не сработает для вас, если вы просто послушаете, да. И мы будем простукивать те фразы тех людей, которые сейчас, ну, в практику включатся, да. Если вы будете простукивать чужие фразы, для вас она не сработает. Вот. Более 7 миллионов людей по всему миру ее применяют. Вот. Были эксперименты, смотрите, по снижению режима Борис-Лебеги. Режим Борис-Лебеги, избавление от отеков. Режим Борис-Лебеги можно в теле отследить с помощью МРТ по уровню количества кортизолов в крови, да. И были эксперименты в Гарварде, проводили эксперименты. Техника простукивания пока еще находится на экспериментальной стадии, то есть она официально не утверждена. Да, но экспериментов и результатов уже очень много. И вот был такой эксперимент в Гарварде. С помощью МРТ брали группу людей, у них измеряли уровень кортизола в крови. Давайте, давайте, пишем, кто еще готов делать практику. У кого что, у кого какая тема, кто с чем бы хотел сейчас поработать. Ускорить свои процессы самоисцеления. Вот, ага, спина давит, шея сжата. Бишем проявляемся. И эту группу, у которых измерили уровень кортизола в крови, делили на три подгруппы. Первая подгруппа ничего не делали. Вторая подгруппа классическая психотерапия, ну разговорную, да, психологические практики применяли. И третья группа им давали час простукивания, да. И потом у них снова измеряли уровень кортизола в крови. И только на третья подгруппа, которые делали простукивание, там было зафиксировано с помощью МРТ значительное снижение уровня кортизола в крови от 35 до 75 процентов аж. То есть это реальный показатель, да, в цифрах о том, что вот этот режим Борис или Беги реально снижается. И его даже можно полностью выключить с помощью простукивания. Это вопрос примерно месяца и вашей интенсивной работы. Вот у меня курс, курс, как правило, состоит из 12 дней, но эти 12 дней, они около месяца примерно получаются. То есть мы с обратной связью, с какими-то индивидуальными дополнениями, практиками. Боль под большим пальцем правой руки. Молодцы, мои хорошие. И теперь для практики мы формируем такую фразу. Вот у вас есть где-то боль, например, да, сейчас. Если вот как отеки или псориаз, мы сейчас концентрируем внимание на боли, которая есть сейчас в теле. И в чате нужно что написать. Это боль под большим пальцем правой руки. И ставить цифру еще 10 по шкале. Ставим цифру, насколько интенсивна эта боль. Да, по 10-бальной шкале. Как у вас сейчас болит. Вот здесь и сейчас. Те, у кого это какое-то заболевание, и прямо сейчас, например, у вас не болит, да, то вспоминайте тот период вашей жизни, когда у вас это очень сильно болело. Да, вот когда очень сильно болело. Смотрите, у кого прям сильное заболевание, серьезное, могут подняться ваши процессы самоисцеления, и может ухудшение идти, то есть понимаете, да, чем глубже проблема, и мы начнем на нее простукивать. То есть, ну, это, вот, на курсе я могу, да, там идет сопровождение, мы это делаем. То есть, какие-то болезни мы их разбираем, глубинные причины связаны, поднимаем и так далее. Здесь на вашу ответственность, да. Может быть, стоит просто не брать какие-то серьезные заболевания, да, серьезные вещи, с которыми вы можете потом с поднятым не совладать, не справиться, прислушаться к себе сейчас. Вот, Наталья написала дискомфорт. Во-первых, смотрите, вот это самая главная ошибка при работе с простукиванием. В целом, вообще, это все можно описать словом дискомфорт. Дискомфорт в теле, дискомфорт в душе, дискомфорт в жизни. Но простукивание на дискомфорт бесполезно. Наша задача выделить что-то. Если это в теле, то где конкретно в теле этот дискомфорт находится, и как он вами ощущается? Это напряжение, это сжатие, это комок в горле, да, это, как это, сдавленность в груди какая-то, это вот боль в правой колене или боль в коленях, да. Желательно добавить, например, там, описание этой боли, как-то ее конкретизировать, да. Ну, вот боль в коленях пойдет пока сейчас в рамках нашей вот такой экспериментальной практики. Вот, соответственно, Наталья, пожалуйста, уточняем, что именно за дискомфорт. Если, смотрите, те, у кого не про болезни, те, у кого про какие-то ситуации в жизни, про нехватку денег, вот Яна у нас сегодня, да, была эмоциональная зависимость у кого-то, да. Вот про отеки, если у вас сейчас, вот Наталья, да, если у вас сейчас отек есть, и вы чувствуете от него вот какие-то ощущения у вас есть, да, вы их тогда выписываете, пишете. Эмоциональная зависимость, оно вообще это не... Смотрите, вот тоже. Эмоциональная зависимость – это ваша оценка какого-то состояния, да. Простукивать на эмоциональную зависимость не получится. Это что-то, не привязанное вообще ни к конкретному вашему состоянию, ни к конкретно вашей жизни. Можно спросить себя, что я чувствую, когда у меня есть эмоциональная зависимость. И написать одно чувство. При... вот Яна, это вас тоже касается, да, вот если вы хотите брать тему денег, берем что-то одно. Что я чувствую, находясь в ситуации эмоциональной зависимости? Что я чувствую, когда я не могу целый год найти работу? Выделяем одно самое яркое чувство и оцениваем его точно так же по десятибальной шкале и пишем в чат. Например, когда я не могу найти целый год работу, я очень сильно перезлюсь, может быть, на себя. Или у меня уже апатия, да. То есть прислушиваемся к себе, используя первый базовый принцип. Или когда у меня эмоциональная зависимость – это какая-то ситуация, может быть, да, с человеком близким, да, еще что-то. И что я чувствую, когда я нахожусь вот в этих отношениях с эмоциональной зависимостью, да. То есть когда мы разбираем боль в теле, мы берем конкретную боль в теле, и она у вас снизится или уйдет вообще. Когда мы берем ситуацию эмоциональной зависимости, нехватки денег, да, ситуацию в отношениях с кем-то. Например, мы думаем об этой ситуации здесь и сейчас и спрашиваем себя, что я чувствую, когда думаю об этой ситуации. Кира, про выпадение волос. С одной стороны, вот здесь уже про аспекты. Сейчас лучше эту тему не брать. Эта тема у нас будет на курсе. Почему? Там много разных аспектов. Экспериментально было подтверждено, что можно остановить выпадение волос, нет, не выпадение, извините, седину, да. Останавливали полностью ухудшение ситуации, то есть как бы вернуть, не возвращали, не было таких практик. Но была реальная практика, когда после замены убеждений, да, что все там люди сидеют после какого-то времени. Вот седина, сидение волос прекращалось и больше не возвращалось, да. Выпадение волос тоже это тема, которую нужно разбирать более подробно. Вы сейчас можете взять, например, когда у вас какую-то ситуацию, когда у вас началось выпадение волос, да. То есть можем предположить, что была какая-то психосоматика, психологическая связь с какой-то жизненной ситуацией. Либо, если вы не можете вспомнить эту ситуацию или не хотите ее брать, можно взять, например, когда у вас выпадают волосы, когда у вас меньше волос. Как, что вы чувствуете, когда смотрите на себя, смотрите на выпавшие волосы, да. То есть здесь, вот как у Киры или заболевания какие-то серьезные, да, вот псориаз, какие-то миома, это те вещи, которые, ну, как, есть глубинные причины их, их нужно рассмотреть под разными аспектами. Что сейчас мы сделать не сможем, к сожалению, да. Да, есть, ну, вот это мы делаем в течение 12 дней курса, ну, который около месяца в целом длится. Вот, с моим сопровождением. Поэтому, Кира, пожалуйста, меняем. То есть вы берете либо свои чувства от выпадения волос, либо чувства в той ситуации, когда у вас началось выпадение волос, там, либо какое-то физическое состояние. Итак, боли в спине и в шее унтонины, стянутости зуд кожи на 8, напряжение в спине. Так, кто еще? У нас сегодня в основном по боли, вот, по эмоциям, боли в коленях. Наталья, боль в ногах, а, уточнила. Так, кто еще там? Добавляемся. Вот у нас Юлия, вижу вас, я так понимаю, вы уже мой постоянный знакомый, да, знакомое имя, фамилия, растет миома матки. Что с этим можно взять? Ну, во-первых, если у вас сейчас есть какие-то ощущения, например, внизу живота, да, можно взять сейчас. Либо можно взять, когда какие-то жизненные обстоятельства, в которых у вас начался рост, да. Вот, как вот, про выпадение волос. Что вы чувствовали в тех ситуациях или что вы чувствуете сейчас, когда у вас такие ощущения в теле. Вот. Итак, присоединяемся. Кто еще не написал, вот, свои ощущения в теле, у кого какие-то боли сейчас есть, напряжения. Или, если у вас какая-то ситуация, ситуация нехватки денег, ситуация лишнего веса, ситуация какого-то старения тела, да, это могут быть и морщины. Когда вы смотрите на морщины, что вы чувствуете, например, это могут быть, если это про тело, вам что-то не нравится, там, живот, бедра, еще что-то, вы можете посмотреть на свой живот, или посмотреть на то, что вам не нравится, и что вы при этом чувствуете, да, спросить себя. И точно так же в чат написать, да, например, когда я вот вспоминаю, вот, что у меня выпадают волосы, смотрю на свою голову, да, или вижу выпавшие волосы, что я чувствую, это ужас, паника может быть какая-то, да, что я теряю свои волосы, да, вот, что вы ощущаете при этом. То есть, и прислушайтесь реально к себе, да, не надо там предполагать или смотреть на других, то есть, вот, что я чувствую сейчас. Это очень важный момент, это базовый такой принцип, да, ваших ощущений при определенной ситуации или здесь и сейчас в вашей боли. Итак, сейчас я вам покажу точки, повторять сейчас за мной не надо, просто покажу, чтобы вы не путались уже в практике. Смотрите, точка карате понятна, это вот, тоска 8, да, они на отлично, вот так, эмоции просто одним словом и цифры пишем. Эмоции не обязательно, знаете, конкретно по словарю, вот, что вы ощущаете, как примерно вы это можете назвать, да, вот. Итак, точки, круг простукивания, один круг простукивания состоит с первой точки по восьмой, сейчас я вам его покажу, повторять не надо, просто понимаете, смотрите, если я в процессе практики нашей с вами простукивания опускаю руку вниз, значит, это точка седьмая под рукой, это примерно где-то 10 сантиметров ниже подмышки, вот здесь. Если я вверх, да, вот здесь рука у меня здесь, это восьмая точка на голове, сейчас пройдусь по точкам, первая точка, начало брови, не посередине, а именно с какого-то из бока, да, правого или левого. Можно делать любой рукой, по любой стороне, неважно, начало брови, потом край глаза, под глазом точка, под носом, потом точка называется подбородок, но это ямочка между нижней губой и подбородком, да, вот по этой ямочке. Потом такая точка, мы находим косточку ключицы, ее нижнюю часть косточки ключицы под ней, получается, вот здесь у вас две точки, да, вот называется, они ключицы, но они на самом деле под нижними частями косточек ключицы, вот здесь, любую, либо одну, либо другую точку, неважно. Седьмая точка под рукой и восьмая точка на голове. Базовый рецепт состоит из три раза фразу, повторяем по точке каратэ и делаем три круга простукивания. Сегодня у нас групповой формат, мы будем простукивать больше, чем три круга на все ваши фразы, которые вы сейчас написали. После этого мы снова будем отслеживать и оценивать свое состояние по десятибальной шкале и свою боль, что с ней произошло после практики, это обязательно. Итак, у вас еще, кто еще не написал, но хочет включиться в практику, внимание, сюда и быстренько пишем, если у вас есть какая-то боль в теле, боль там-то, там-то, настолько-то по цифрам, да, по десятибальной шкале оцениваем, где 10 максимум, там 6 тоже чувствительно, но не очень, 3 еле-еле, примерно, да, не надо там высчитывать миллиметры какие-то. Если это какая-то жизненная ситуация, да, в отношениях к заболеванию какому-то серьезному, можно так относиться, да, с деньгами, что вы чувствуете, думая об этом заболевании, об этой ситуации, об этих отношениях. И что вы выделяете одно самое яркое чувство, и также его оцениваете по десятибальной шкале и пишете в чат. Желательно после практики простукивания пить воду. У кого ее нету, если можно, то быстро ее себе поставить, чтобы вы смогли после практики ее попить сразу. Если это сложно сделать, но обязательно тогда попейте водички после завершения нашей с вами встречи. Что еще по технике могла недосказать? Ну ладно, скажу потом, после нашей практики, когда вы все это ощутите на себе. Итак, мои хорошие, ну что, готовы приступать? Вам нужно будет, можно сделать видео побольше, вам нужно будет смотреть на меня и повторять за мной то, что говорю, и те точки, которые растукиваю я. Да, отлично, плюсик, здорово, значит мы сейчас с вами начинаем. Итак, да, давайте, кто готов, водичку себе принес или уже готов и без водички начинать, ставим плюсики. И мы сейчас с вами приступим, когда я вижу много ваших плюсиков. Ох. Так, ну слов больше нету, поэтому больше в практику мы никого не берем. Когда я сейчас начну практику делать, вам нужно будет, я чат читать не смогу, что кто-то мне там писать будет. Останавливаться я не смогу, то есть это надо делать таким общим потоком, да, это такая вот безостановочно, просто механически мы будем это делать, делать и делать. Вот, проговариваться эти фразы, которые у нас есть здесь и сейчас, которые вы написали. Поэтому начинаем постукивать по точке. Вы можете постукивать любой рукой, по любой стороне, это не важно. Делаем глубокий вдох и выдох. Несмотря на эту боль, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на мою эту ситуацию и боль в теле, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на эту боль и эту проблему, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Это боль в коленях. Это боль в ногах. Это боль в теле. Это боль под большим пальцем правой руки. Это напряжение в спине. Это напряжение в шее. Это стянутость. Это боль под большим пальцем правой руки. Это зуд кожи. Это боль в спине. Это боль в спине. Это боль в ногах. Это боль в шее. Это боль в шее. Это боль в шее. Это тоска. Это тоска. все эти чувства это боль в коленях спина давит шея сжата это боль в ногах это боль в ногах это напряжение спине это напряжение в шее это стянутость и зуд кожи это боль под большим пальцем правой руки это боль в теле это напряжение в спине и шее это стянутость и зуд кожи это тоска это боль в коленях это боль в ногах вся эта боль делаем глубокий вдох и выдох и сейчас можно даже закрыть глаза попить водички у кого она есть и прислушаться к себе к своей боли к своему состоянию и и той боли которая была у вас у каждого что вы написали выше и прислушаться сколько сейчас это боль по тестибальной шкале и в чате написать вот такую штуку например была у вас боль на 7 а сейчас вы ее оценили например на 4 и в чате мы пишем вот такие цифры 7-4 то есть сколько было и сколько стало если это чувство то сколько мы думаем опять об этой ситуации в которой эмоциональной зависимости ситуации заболевания да вот 7-2 у Натальи легче стало посмотрите у боли есть такая особенность что называется по-английски chasing pain боль перетекает она может и мы как простукиваем следы следуем за болью с простукиванием то есть одна боль может уйти и подняться какая-то другая боль в другой части тела немножко вот такая штука есть и тогда у вас что как вообще себя чувствуете да что у вас там поднялось какие у вас сейчас состояние после практики вот если у вас есть какие-то вопросы по практике простукивания можете их задавать в целом вот это есть практика простукивания да она сразу же снижает боль становится легче она сразу же снижает режим борис или беги в теле 8-5 вот татьяна дала ссылочку по ссылке вы можете почитать какие темы самоисцеления очень важно коснуться очень важно просмотреть там мы очень глубинно работаем как работать с заболеваниями да вот такими не просто но какие-то боли сиюминутные а вот как и прорабатывать аспекты заболеваний да и в том числе и по омоложению по похудению по по деньгам да вы можете по ссылке почитать да из чего состоит курсы дни курса что там будет курс записи но с моим индивидуальным сопровождением скайпе вот и с обратной обязательно обратной связью и доведением до результата вашего 8-4 6-5 вот у надежды совсем мало снизилась смотрите мы обязательно подходим из принципа что у нас есть и смотря из того что происходит да двигаемся дальше не просто там меня должно снизиться или у меня должно есть такой момент особенно когда по эмоциям например простукиваем эмоции иногда могут увеличиться это может произойти когда слишком как бы нарыв такой нарывает очень много глубоко эмоций изначать простукивать эмоции тема очень сильно тяжелая актуальная знают ну вот как про нехватку денег очень долгую да вот какие-то такие базовые если тема берем то эмоции они могут даже увеличиваться лист ну но никогда не остается таким же снижается всегда вот девочки надежда ни на у кого мало снизилась что вы еще елена что вы простукивали что было у вас давайте посмотрим стянутости зуд кожи у вас смотрите чтобы результат эффект был чистым важно еще сделать индивидуально например вы можете знаете как сделать вот например чувство стянутости да все чувства стянутости простучать его по базовому рецепту сейчас так как это групповой формат здесь есть свои минусы базовый рецепт простукивания это индивидуальное простукивание как вы можете его сделать и чтобы чисто был эксперимент понять реально не снизилась что она у вас не снижается каким-то там причинам а не потому что практика выполнена неверно как то есть вы делаете простукивание по базовому рецепту например вот елена бы могла взять ленина и надежда да вот свою фразу вот например стянутость кожи или что у вас была надежда боль под большим пальцем поэтому вы простукивали также чужие фразы да выберете одну свою фразу например стянутость кожи то что было у вас и простукиваете по такому базовому рецепту несмотря на эту стянутость я люблю и принимаю себя несмотря на эту стянутость я люблю и принимаю себя три фраза повторили это стянутость это стянутость это стянутость одну и ту же фразу вы повторяете на каждую точку три круга подряд это будет чистый эксперимент и тогда уже можно смотреть Если после этого у вас также изменений не будет, то может быть в этой фразе какая-то ошибка. То есть здесь есть определенные ошибки применения простукивания. То есть оно всегда что-то поднимает или всегда очищает. То есть простукивание, оно всегда работает. Если оно у вас не срабатывает, значит на начальном этапе анализа, выбора этой фразы для простукивания были какие-то ошибки. Попробуйте прямо сейчас сделать это простукивание. Это стянутость, это стянутость, это стянутость три раза. Простукиваем 5-7 раз примерно по одной точке. И в зависимости от этого... Нина, благодарю. Смотрите, Нина, у вас всего лишь на одну снизилось. Что-то еще у вас появилось? Что у вас за тема была? На одну это очень маленький показатель. Это, ну, здесь какие-то есть либо ошибочные действия в практике, либо что-то там, саму тему надо разобрать почетче. То есть когда снижается вот 8-4, 8-5, 7-2, ну вот 7-2 это вообще классно, да. А вот средний, да, вот с 8, там до 4-5, это более-менее нормальное состояние, ну вот нормальные результаты, да. Смотрите, вот эти цифры, есть определенные, ну как, это система, да, такой алгоритм. Вот если у вас, например, цифры почти одинаковые или не меняются, или чуть-чуть совсем снижаются, значит вы либо неправильно отследили свое состояние, не уточнили его название, то есть нужно разбивать одно аспекты разные, да, брать какие-то аспекты ваших ощущений, да. Вот про боль, мы просто про боль здесь не конкретизируем, там мы еще, ну, есть более подробный алгоритм работать с болью, да. Он там на курсе прописан, а все это записано в самоучебнике. Ну вот самостоятельно, говорю, вы можете так его взять и сразу же убрать. Вот таким, такой техникой простукивания можно сделать свою жизнь хорошей и спокойной, вот по всем этим аспектам, да. Я приглашаю вас к себе в обучение, обучение навыку простукивания для самоисцеления вашей жизни. Вот на курсе мы это делаем. И курс максимально доступный, его можно проходить в любое удобное для вас время. Я буду вас индивидуально сопровождать для ваших результатов. Что еще можно сделать с простукиванием? Давайте, если вы хотите, у нас еще есть время, там по ссылке куча отзывов всяких, и это только малая часть отзывов, которая есть, то есть техника простукивания, ну это очень такой классный инструмент, который вот по деньгам тут результаты. Когда мы открываемся новым возможностям, мы можем сделать еще одну практику дополнительную, да, не про боли, а в целом на открытие... Я выбираю представить и поверить, что я могу жить спокойной и хорошей жизнью. Вот, кто хочет сделать такую практику еще с простукиванием, ставим в осуществительные знаки, да. То есть это второй момент применения практики. То есть первый момент мы выключаем режим Бориса Лебеди, и снижаем наши боли, какие-то состояния, да. И второй момент мы заменяем убеждение на открытие всем возможностям. Кто еще с нами, кто еще хочет сделать еще практику простукивания на открытие всем возможностям для самоисцеления, для ускорения самоисцеления, ставим сейчас в изыскательные знаки. Если у вас есть какие-то пожелания, можете написать пожелания, например, здоровье, да. Я так понимаю, у вас по здоровью, по доходу, да, у кого с работой, что было. Если у вас, если вы хотите сделать практику более эффективной для себя, вы можете сейчас в чат написать ваши пожелания, и что бы вы хотели, да, чего вам не хватает, но вот здоровья, быть здоровой, да, здоровой и хорошей жизнью. И здесь можно написать, если опять же вы знакомы с проработками уже, какие-то ваши, как вы считаете, причины, почему вы не можете жить спокойной, хорошей жизнью сейчас, да. Вот. Как вы считаете, каковы причины, да. Вот, Кира, на материальное благополучие. Мы будем открываться. И вот когда, два момента, да, для этой практики нужно. Что вы хотите, и как вы считаете, почему вы не можете этого иметь, получить, да. Почему не можете и не сможете, в общем. Какова такая главная, по вашему мнению, может быть причина. Это может быть, что вы считаете, у вас есть, там, какие-то внутренние блоки психологические, да. У вас, не знаю, там, неуверенность в себе, да. Мало квалификации, я не знаю. Или сейчас очень мало возможностей для вас в вашей профессии, если это брать деньги и работу. Ну, вот, по вашему мнению, здоровой, качественной жизни. Можно еще добавить для тех, кто прям очень хочет более максимально практику, подходя, ну, вот, эффективную. Почему, вот, например, Нина, вы не можете жить здоровой, качественной жизнью. Какая может быть такая самая главная причина, да. Может быть, например, вы привыкли, что тело всегда болеет, да. Ну, вы не верите, что тело может быть, например, здоровым, да. Что всегда болит что-то. Всегда что-то болит, да. Если одно вылечил, другое, например, поднимается. Вот такое может быть, да, как причина. Ну, это вот называется ограничивающее убеждение, мало возможностей, да. Вот, как Кира написала, все, все, все две составляющих практики. Соответственно, те, кто еще готов делать практику, готов к нам присоединиться в ней, пишем, что бы вы хотели, да, для спокойной, хорошей жизни составляющей. Вот у Елены новая работа. И Елена, пожалуйста, напишите, да, как вот вы считаете, почему вы не сможете, например, получить новую работу. Вот, какая может быть главная причина, да, не получения новой работы. Вот Кира написала, мало возможностей, да. Какая вот, как по вашему мнению, у вас бы была причина такая. Здесь, смотрите, обращаю ваше внимание на работу с убеждениями, что мы не берем очень шаблонные какие-то, знаете, вот есть прям шаблонные убеждения с заменами. Мы, опять же, отталкиваемся от себя. Есть определенные алгоритмы, где мы выписываем списки, прописываем, заменяем все это вот на... Вот система, да, такая вот, как в целом же сделать, привести свою жизнь к такой вот. Это мы делаем на курсе, но вот как я вам сегодня, да, рассказываю. Вот это как одна из составляющих, да, что нужно сделать. Неуверенность в себе. Вот у нас первая была про заболевание, да, вторая практика про материальное благополучие пошла. Вот, материальное благополучие бы хотелось и причина, муж не может устроиться на работу. Ограниченность движений. Хочется... Хочется здоровой жизни, но есть ограниченность движений. Нет, вот, Нина, ваш последний комментарий, не совсем. Ограниченность движений из-за боли в коленях. Вот, я так понимаю, у вас, да, здоровая, качественная жизнь. И она не может быть из-за ограниченности движений. Все, я поняла. Да. Есть ограниченность движений. Как убеждение, да, что вот это можно взять. Давайте, кто еще присоединяется. Сейчас я полистаю тут отзывы, отзывы. Простукивание помогает, вот, выключить режим Борис или Беги характеризуется как раз таки вот всеми этими состояниями разными, да. Вот, когда у вас нету работы, благополучия, когда болит, когда нету движений. Есть какие-то эмоциональные состояния, да. И все это нужно тоже очищать. Обязательно. Вот, я разрешаю себе жить хорошей, спокойной жизнью и открывать всем возможностям для этого. Давайте присоединяйтесь. Кто еще хочет сделать практику, выписывая в чат. И мы будем делать практику простукивания, но уже на второй пункт. Первый пункт у нас был по режиму Бориса Лебеди, да, вот, снижение боли, снижение эмоционального какого-то состояния. Второй пункт у нас именно про замену убеждений, это называется, да. То есть, мы будем простукивать на открытие всем возможностям. Ну, вот, что входит в курс. Первый такой блок, это то, что мы сегодня немножечко касаемся с вами, да, про здоровье, болезни, снимаем верхний слой. Это то, что мы сейчас немножко коснулись, там это более глубоко. Второе, про глубинные причины. Там мы очень серьезно работаем именно с заболеваниями, да, серьезными, прям дан алгоритм, даны практики на ускорение самоисцеления всех этих процессов, на поиск глубинных причин. Но не думайте, что вы простучали, да, и все. Здесь обязательный момент самоисследования и обратную связь. То есть, мы вместе с вами будем исследовать, что же у вас, какая глубинная причина, и с помощью простукивания ее поднимать и очищать тут же. Вот третий день про внутреннее состояние, потому что эмоции, простукивать на эмоции я рекомендую в целом, но есть моменты, когда я не рекомендую своим ученикам простукивать эмоции, эмоциональное состояние, когда это может ухудшить вашу ситуацию. Так, привыкла к старой работе, хочется новизны. Привыкла к старой работе, да, это можно брать как мешающее, да, найти новую, например. Вот, один день мы прям работаем с травмами, исцеления прошлого, травмы родителей, там коснемся и семейных вещей. Потому что эмоции могут быть вообще не ваши, и иногда простукивать на эмоции, вот особенно те, кто знает простукивание, да, простукивает на эмоции, уже понимает, что можно, вот, можно ухудшить ситуацию, простукивая на свои эмоции. Есть такие особенности. Третий у нас, второй, вернее, пункт про красоту, похудение, омоложение. Здесь про сексуальность, принятие своего тела, красоту, тело, омоложение, вот все эти вещи мы там разбираем подробно очень. Там как теория, да, там главные алгоритмы, так и практика, да, вот, и благосостояние, то есть вот сейчас как раз как благосостояние. Тема привлечения разового денег, то есть мы обязательно учимся привлекать разово деньги, вот, поиск своего места работы, укрепление существования. Как раз вот Елена, это может относиться ближе к вам, потому что есть, ну, скажем так, ваше высшее Я, да, то, что вас исцеляет в этой теме, в теме благосостояния, да. То есть, когда мы активируем поиск или укрепление своего места работы, своего существующего, да, или, возможно, поиск нового, мы настраиваемся на цель. Я, то есть, вот, это новизна, там что-то включает в себя для вас лично, например, да, или для ту работу, которую вы хотите. То есть мы активируем свои внутренние процессы самоисцеления на результат интересная, да, работа, в которой я максимально использую свои таланты, которая нужна людям, и мне дается в ответ столько денег, сколько мне нужно. Это то место, где я должна быть, да, где я могу быть, где я спокойно, легко зарабатываю деньги. И там уже, когда включаются ваши процессы самоисцеления, может быть, не всегда нужно решать, уходить ли со старой или приходить на новую. Там уже ваша жизнь может сама вам проявлять и показывать, в какую сторону двигаться, да. Поэтому курс рассчитан на месяц, чтобы увидеть в динамике, да, что с вами происходит, какие ваши процессы самоисцеления. Это очень важный момент, да, то есть не то, что вы там сами себе принимаете решение, куда-то двигаетесь, а вся ваша жизнь через тело, через внешние обстоятельства, оно приносит вам вот этот момент самоисцеления. Включение ежемесячного дохода. Успех. Вот про ежемесячный доход, это как раз вот кто у нас, вот муж, да, не может устроиться на работу, живем на одну зарплату. Ежемесячный доход, он рассчитывается на семью. Здесь может быть такой момент даже для домохозяек, да, те, кто не зарабатывают. То есть ежемесячный доход для жизни семьи. Вот. У каждой из этих подтем есть свои аспекты, свои особенности, да, которые, к сожалению, ну вот коснуться на сегодняшнем нашей встрече невозможно. Стоимость в ближайшие два дня при оплате, да, это 4,500 для вас, то есть стоило это 12 дней плюс месячное сопровождение, а 10 тысяч, да. Ну, моя одна консультация столько стоит, поэтому вот целый курс, в который вы в целом вот берете все алгоритмы необходимые для исцеления, самоисцеления вашей жизни с помощью простукивания. Ну что, давайте начинать практику. Я так понимаю, все отписались, кто хотел делать практику простукивания на открытие всем возможностям здесь и сейчас, в вашей новой жизни. И сейчас я листаю до точек. Кто еще хочет, присоединяемся, чтобы вы хотели хорошую, спокойную, благополучную жизнь. Давайте добавим слово благополучие, да. Материально благополучную, хорошую, спокойную, здоровую жизнь. Вот так давайте. Она будет у нас здоровой, да, она будет материально благополучной. Вот самое главное на сегодня, да, в нашем, вместе с вами, самые главные задачи. Вот. Ну что, мои хорошие, больше я не вижу ваших комментариев, кто хотел, уже отписался. И мы с вами, ну в принципе, да, материальное благополучие можно, наверное, и получить, да, свою пользу, открыть каким-то возможностям, даже не написав комментарий. Начинаю простукивать по точке каратэ. Глубокий вдох и выдох. Несмотря на то, что мне не хватает здоровья и благополучия в жизни, я все равно люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Несмотря на все мое неверие и сомнение, и незнание, как это сделать. То, что я могу жить здоровой и благополучной жизнью. Я все равно выбираю попробовать, делать практики. И представить и поверить, что это возможно. Я хочу здоровой и благополучной жизнью. Я хочу материального благополучия. Я хочу новую работу. Хочу здоровой и качественной жизнью. И у меня этого нет сейчас. И не хватает здоровья и материального благополучия. Значит, есть какие-то причины, почему у меня этого нет. Где-то глубоко внутри себя. Я предполагаю эти причины. Возможно, у меня просто мало возможностей. Возможно, это неуверенность в себе. Муж не может устроиться на работу. Возможно, это неуверенность в себе. Ограниченность в движении. Из-за боли в коленях, которые не проходят. Привыкла к старой работе. Не знаю, что еще можно сделать, чтобы жить здоровой и благополучной жизнью. Чего-то не хватает, чтобы жить здоровой и благополучной жизнью. Я сомневаюсь, что я могу жить здоровой и благополучной жизнью. Мало возможностей. Неуверенность в себе. Муж не может устроиться на работу. Ограниченность движений. Привыкла к старой работе. Неуверенность в себе. Незнание, как ситуацию изменить. Неверяя, что это возможно. Несмотря на то, что мало возможностей. Несмотря на то, что есть неуверенность в себе. Несмотря на то, что муж не может устроиться на работу. Несмотря на ограниченность движений. Несмотря на привычку к старой работе. Несмотря на незнание, что сделать и как. Несмотря на все эти причины. Несмотря на неверие, что это вообще возможно. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой, благополучной жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить здоровой, и материально благополучной жизнью. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой, благополучной, хорошей жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить здоровой, благополучной жизнью. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой, благополучной жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить здоровой, благополучной жизнью. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой, благополучной жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить здоровой и благополучной жизнью. Несмотря на то, что мало возможностей, я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой и благополучной жизнью. Несмотря на неуверенность в себе, я открываюсь всем возможностям жить здоровой и благополучной жизнью. Несмотря на то, что муж не может устроиться на работу, я привыкла к старой работе. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой и благополучной жизнью. Несмотря на ограниченность движений и не веря, что это возможно и не знание, как это сделать. Я открываюсь всем возможностям жить здоровой и благополучной жизнью. Делаем глубокий вдох и выдох и пьем воду. Теперь, мои хорошие, здесь тоже существует оценка определенных изменений. Насколько ваша уверенность в возможность жить здоровой и благополучной жизнью сейчас изменится? Как ваши сейчас ощущения? Можете ли вы сейчас представить и поверить, что несмотря на то, что мало возможностей, несмотря на неуверенность в себе, несмотря на то, что муж не может устроиться, несмотря на ограниченность движений, несмотря на любые причины, Но, несмотря на неверие, что это возможно, несмотря на незнание, как это сделать, вы можете жить здоровой, благополучной жизнью. И давайте поставим циферку, насколько вы верите в возможность жить здоровой, благополучной жизнью сейчас. Попытайтесь отследить, сколько она была у вас до практики, насколько вы верили в эту возможность. Например, вы верили, что это возможно примерно на троечку, и после практики простукивания, например, стало на шестерочку. Можно записать в чат, например, в 3-6. И в целом, вот такая практика простукивания, как ваши ощущения, впечатления. Она отличается немножко от базового рецепта. Я использовала другие немножко алгоритмы по замене убеждения, по раскрытию всем возможностям. Сейчас мы с вами завершаем нашу встречу, наше выступление. И у нас есть 2-7. Здорово, Нина. Смотрите, вот таким простукиванием мы настраиваем свой мозг на самоисцеление. Потому что вы сами знаете, вера, вера творит чудеса. Если мы верим, то мы можем хоть как-то двигаться в эту сторону. Потому что если мы не верим совсем в то, что это возможно, что бы вы ни делали, какие бы вы шаги ни предпринимали, вы же все равно этого хотите. Но без вот этой веры, что это вообще возможно, будет постоянно у вас какие-то блоки происходить. Самоисцеление будет очень блокироваться. Поэтому очень важно дать нашему мозгу такую вот команду, на уровне физиологии происходит. Открыться всем возможностям. Убрать то, что вы готовы в это верить. Вы готовы идти к этой цели. И тогда процессы самоисцеления, они как бы начинают подстраиваться под вот эту вашу цель, под вот эту вашу веру. Может медленнее как-то. Может какие-то аспекты нужно прорабатывать, дорабатывать. Но это как бы, вы знаете, вы задаете вектор вашему процессу самоисцеления. Вы помогаете, поддерживаете его на уровне убеждений. Если вы верите в это, значит и процессы самоисцеления, они вот к этому подтягиваются. Здесь самостоятельно это лучше не повторять. Единственное, что вы можете, это просто вот свои фразы взять и точно так же простучать, попробовать. Тоже будет очень суперский эффект. Возможно фразы, вот эти фразы вас зацепили. Например, я выбираю представить и поверить, что я могу жить здоровой, благополучной жизнью. И вы можете по базовому рецепту эту фразу простукивать. Вот здесь там, несмотря на то, что я сейчас живу, у меня сейчас нету мало здоровья, материального благополучия, я люблю и принимаю себя. Тут я выбираю представить и парить просто одну эту фразу на каждую точку. И это уже ваш процесс самоисцеления немножко подтянет, немножко усилит, немножко ускорит. И проще будет вашему телу выздороветь. Проще будет вам материальном благополучии, поиски. Но результата, вот как результата, это не даст. Просто поддержит вас в вашем процессе. Вот. Для результата, для понимания всех этих алгоритмов, для обучения именно навыку простукивания, я приглашаю вас на курс «Самоисцеление жизни». Он состоит из 12 дней, которые у вас будут всегда в доступе. Но самое ценное, что там есть, это мое индивидуальное сопровождение. Целый месяц, да, мы с вами будем проходить этот курс шаг за шагом по вот тем пунктам, которые там были. Это и омоложение, у кого выпадение волос, седина, да, это по лишнему весу, по красоте, это по умению работать с помощью простукивания, с эмоциями, с травмами, с поиском вот этих глубинных причин ваших заболеваний. И эти глубинные причины с помощью простукивания поднимаются, и они очищаются. К сожалению, в данном формате невозможно брать ваши заболевания какие-то, вот миома там была, да, псориаз, вот какие-то такие серьезные очень вещи. Их нужно, вот разные аспекты их брать, прорабатывать. Там дан именно алгоритм с практиками, как это все делать и с моим индивидуальным сопровождением. С вами была Варвара. Точно так же пошел и посылаю вам сердечки. Я очень была рада, что мы с вами здесь встретились, да, пусть я вас не видела, но я вас все равно чувствую. Мы поработали хорошо очень, да, и пощупали эту практику, эта техника, которая дает результат всегда. Я даю гарантию результата, да, если после обучения качественного у вас не будет результатов, да, то я возвращаю деньги за этот курс. То есть здесь совершенно без каких-либо особенностей. Если у вас проблемы с материальным благополучием, понимайте, что вы должны вложиться сначала, да, вот это простукивание, оно даст вам огромную базу, чтобы ваше материальное благополучие росло и увеличилось, чтобы вы реально смогли жить вот этой спокойной и хорошей жизнью. Вот, но этот курс и вообще этот подход потребует от вас самоисследования, да, вот такой, если вы тот человек, который любит доверять себе, а не кому-то другому, да, если вы тот человек, который понимает, что все равно нужно самостоятельно себя исследовать, да, вы именно тот человек, который достигнет максимальных результатов на курсе с помощью простукивания, да, когда вы, я дам вам все эти алгоритмы, инструкции, то есть все для вас там сделано, чтобы вы понимали, да, что делать, и тут же это применяли, и тут же мы с вами корректируем, это процесс обучения, да, стать мастером простукивания и ускорить вот эти процессы самоисцеления в вашем теле и в вашей жизни, чтобы наконец-то начать жить спокойной, благополучной жизнью, и я более чем уверена, что раз вы живете взрослый человек, у каждого из вас есть место в этом мире, и все ваши процессы самоисцеления могут и обязаны вас привести в это место, если вы в нем сейчас не находите, для этого я вам могу помочь и дать вот эту технику простукивания, помочь и применение со всеми ее аспектами. Если у вас будут какие-то вопросы по оплате, записываемся, возможно, еще по выступлению, пишем все Татьяне, мы с ней, она мне передаст какие-то ваши вопросы. Если есть вопрос по рассрочке, мы тоже можем отдельные ваши индивидуальные случаи рассмотреть, с доступом к ограниченному количеству видео вначале, потом до полной оплаты. Ну что, я прощаюсь с вами и передаю слово Татьяне. Татьяне. Татьяне.